Добрый вечер. Дорогие зрители, давайте смотреть Dignitas против команды Mouthsports, матч в рамках отборочных закрытых к эпицентру. Две довольно неплохие команды сейчас между собой будут выяснять отношения. Для вас работают Арсений Синятреноженко и Дмитрий Кристалмейк Арчиинен. Всем привет-привет. Да, мы продолжаем смотреть групповую стадию эпицентра самого топового чемпионата в рамках СНГ с самым большим призовым фондом. 500 тысяч баксов. Все дело будет происходить с 17 по 23 число октября, то есть совсем-совсем скоро, через 47 дней, 11 часов 40 минут и 24 секунды написано на сайте. Опять же, если вы хотите дополнительную информацию какую-либо получить, то вы можете зайти на epicenter.gg. Билетов, правда, пока что нету, но уже известно, что это будет происходить на ВТБ Лидовом дворце. Это, насколько я помню, Ахтозаводская и Черкизовская. И это достаточно удобное место, более-менее. Там же находится у нас, по-моему, Спартаковская арена, не, Локомотивская арена. И будет очень и очень круто. Так что, если вы, соответственно, с этим где-то рядом живете, то подготавливайте свои кошелечки и подготавливайте себя самого для праздника Counter-Strike, в котором уже приглашены самые сильные коллективы из топ-6 HLTV.org. И еще двух мы сейчас здесь узнаем. Дигнитас, Муза. Также здесь присутствуют еще и Готсанты и другие топовые коллективы, которые поборются за то, чтобы выйти к нам в Москву. Ну, а сейчас Уверпасс. Это... Чей там пик? Сейчас, секунду. Это пик Дигнитас, да. А всего будет 8 команд, да, на турнире? Всего 8 команд. Причем это все будет, типа, в экстраординарном по количеству времени... Тайминге. Формате. Да, да, в формате. То есть, там, типа, 17-23, это получается сколько дней? 7, 8, 9, 10... 6 дней, 8 команд? 6 дней, 8 команд. Вот такой вот хардкор. Такого еще мы не видели. 6 дней, 8 команд. Я даже не знаю, что там можно... То есть, наверное, каждую карту можно отыграть друг против друга. Кстати, это так и есть. 6 дней... Нет, 7 карт, 6 дней. Ну, там, типа, будет один из дней, я так понимаю, будет выходным. Может быть, даже два из них, я не знаю в точности. Но то, что какой-то один день точно будет выходным, это факт между групповой стадией и лан-финалами. Соответственно, с этим только лан-финалы, то есть, только плей-офф, прошу прощения, будет на стадионе. В течение двух дней показываться все остальное. То есть, групповая стадия в начале чемпионата, она будет, соответственно, в студию проходить. Поэтому, в общем, доготовьтесь, потому что вы увидите только плей-оффы, только самые захватывающие матчи. Распределение призового фонда, причем дефолтное, не такого прямо уж мани-дропа, который имеется на топовых чемпионатах. 250 тысяч баксов за первое место, сотню за второе, 40 и 40 за третье и четвертое место и по 15 за пятое и восьмое. Так что команды, которые просто сейчас выйдут с квалификации и дополняют шестерку семейших, которые уже были приглашены, они получат уже как минимум пятнашку, так что есть за что постараться и за что поиграть. Хотя, конечно же, те команды, которые выходят и там, например, участвуют, такие как готсинты, они, ясно, желают уже там выигрывать, приезжая. Причем, кстати, для готсинтов, если они выйдут, это будет реальный шанс доказать то, что они все сделали правильно со своим решаплом и показать, насколько они сильные. Да, так что, дорогие зрители, если есть возможность, если вы москвичи или жители области, ну, в принципе, может быть. Ну, нет, всей европейской части, в принципе, там тоже самое и Санкт-Петербург, 2000 рублей всего стоит поезд. Владивосток 30 тысяч рублей. Владивосток и Зикатка вообще, это очень близко. Брошь, правда, конечно, до Китая доехать, если там что-то будет когда-либо происходить. Как вы знаете, Старлаудер, к сожалению, для фанатов из Китая не смог приехать в Китай, потому что были проблемы с визами, и поэтому его перенесли в Киев. Ну, для радости, опять же, для СНГ. Но, конечно, я думаю, что китайские болельщики и вообще, в принципе, те люди, которые пытаются поднять в Китай Counter-Strike, а нам хотелось бы увидеть больше Counter-Strike из Китая, и чтобы он был, ясное дело, намного более серьезного уровня, потому что хочется, чтобы дисциплина доросла до мирового формата, чтобы австралийцы были сильные, а не Чивсы, и Ренегейцы, и чтобы китайцы были сильные, а не Вичи Гейминг, и Сайберзены, и так далее. Вот, чтобы это все выглядело намного более перспективно, интересно и разнообразно. Слава богу, у нас хотя бы Южная Америка дошла до сопер-уровня, есть доминирующие на сцене команды VDSK, есть Immortals, которые протягиваются до их уровня, есть те же самые LG, которые бывшие вин-ауты, и северно-американский Counter-Strike тоже очень-очень сильно подтянулся, особенно если брать результаты последних ликвидов. Поэтому новые регионы надо открывать, новые регионы надо развивать, но, к сожалению, из-за большей два отсадки с визами проблемы, поэтому в Китае Counter-Strike не будет в ближайшее время, если брать планы. Ну а мы ждем, пока ребят напишут Рэдди, нас же только что смотрели, почему-то не готовы парни, без понятия, что происходит, почему такая задержка, вот хвалили мы матч Space Soldiers против команды FACE, что закончилось все очень быстро, и пиджерник между картами был в районе трех минут, здесь же затянулось уже на 25, но вот они как раз-таки рестарты. Маус-порт в составе Крис-Жей, Оскар, Спиди, Деннис, Ника против команды Дигнета, Сконфиг, Кожумп, МСЛ, Мэджикс, я так понимаю, это Фриз? Нет, подождите, Мэджик, нет, Мэджикс это Мэджик. Че? Мэджиск это Мэджиск. Это Мэджиск Бой, по-моему, нет? Мэджиск Бой, помнишь? А, там, кстати, на хелтворке я видел, что кто-то кого-то заменяет, сейчас я скажу более детально. Тем временем, начинается выход у нас на точку Б, Оскар замечает МСЛ, и моментально его забирает возле Зига, тем временем пушит дальше, пытается проспрейть смок, там у нас Кожумп падает в малые, тем временем ребята делают подсадку на балкон, и Ника все это читает, хороший хэдшот, Крис-Жей ловит конфига, ситуация 2 в 4, выбивание через Зиг продолжается, на больших кусках отстреливают Кожумп, СМФ отмечает, СМФ пытается отстрелить плент, но там 3 человека, и Дефуз бомбы. Минус от Денниса, 1-0, Маус Спортс повели в счете. Так вот, замена у нас следующая, у нас СМФ заменяет Рубиньо у команды Дигнетас, а вот Мэджикс это... Мэджикс это основной, парень, да. Да-да-да, это Мэджикс. Это Мэджикс, просто буква F меня как-то смутила, я подумал, что это Фриз, но Фриз на самом деле играет за команду... СК больше. ...экс, ну, как они там называются? Теперь они Хероики называются. Они до этого были СК, потом назвались ТМХ, теперь они назвались Хероик. И Хероики, кстати, тоже участвуют у нас на Эпицентре, в другой группе, по-моему. Неважно, в моем случае у нас тут выход на Б-плент от игроков Тим Дигнетас, и они, в общем-то, бомбу-то поставят, но раунд проиграет. Причем, судя по всему, оформив только один фраг, да, Ник теряет свой девайс. В общем, в целом, это Ковачи не должно так сильно беспокоить, хотя, конечно, это более-менее удар по экономике, но так и так второй раунд взяли. Все очень удачно, Дигнетас, соответственно, бомбу поставили, сейчас на третьем раунде же смогут сыграть со вторыми арморами и АК-47, посмотрим на их раскидки, потому что это обычно камень преткновения по этому поводу. Нет, раскидки будут тоже шикарнейшие, в общем, все замечательно. Со стороны Тим Дигнетас, с точки зрения маузов, мы видим, будет ЮМПХа, и у Спиди... Ну да, одна ЮМПХа, один ФАМС, две Эмки и АВП, плюс у Криса Джейни очень много раскидок, но, в общем-то, в целом нормально. Кстати, если обратить внимание на АВП, то Оскар сейчас играет с АВП. Вполне возможно, это потому, что спаун у него был хороший, и из-за этого он смог пропушить Фонтан, но, может быть, просто потому, что Оскар теперь все-таки является основным снайпером, ему два передумали отдавать снайперскую винтовку Оскару. И, прошу прощения, Крисо Джейн, Денис погибает от раннего пуша МСЛ и компании снова на БПЛЕН, причем Дигнетас повторяет ровно точно такую же тактику, которую они играли в предыдущем раунде. И Мауз Спортс, честно говоря, пока не очень на это выглядит и не очень отвечает, однако Нико нашел свой опен на СМФ. СМФ неплохо справляется с Тененкоманой, тем не менее-то с Ковачем, и теперь уже бассейн составил троих немцев здесь выживать. Каких немцев, правда, честно говоря? Там Чех, Голландец и Спиди в виде немецкого представителя. Каджум с малых песочков пытается отстрелить Криса Джея по инфе, отрубил этого парня. Голландец упал, Спиди упал в следующем, и Оскар прекрасно понимает, что надо сейвить AWP. Бомба устанавливается игроками атаки, тем временем залетает какой-то неизвестный болельщик на сервер, начинает здороваться с игроками, они ему сразу отвечают и просят, чтобы они расписались у него в профиле, и он уйдет. На что им игроки отвечают, что да, конечно, завтра распишемся. За 50 баксов, правда, отвечает. Крис Джей, видимо, там кризис в Голландии, поэтому денег нету. На самом деле юмор, нужно быстрее кикать этого человека, да, все хорошо, справились администраторы, чтобы он никого не убил. У меня пропал худ. Справа и слева у тебя тоже такая тема. У меня есть что-то... какой? Справа и слева хп у меня пропали. Так на... Джей нажми. Не, не работает. У меня все опашит. Все ок. Ну ты имеешься там, где оружие показано, типа... Ну слева и справа худ, да. Ну да, Джей обычно рулит в этом вопросе. Ну попробуй перезагрузить. Перезайду на сервер. Да, я пока в радиорежиме поработаю немножко. У нас тут калаше от TeamDignity, с фулл состав, с хорошим количеством раскидок. Что касается маузов, тут у нас имеется Максеван от Оскара, АВП от Криса Джея. АВП от Криса Джея, кстати, поставлен на лонг дистанс. И я так понимаю, что АВАП у нас будет меняться в зависимости от того, в какую сторону АВП будут просто ставить. Потому что Оскар действует не всегда на планете, а вот Крис Джей всегда работает на лонге. И контролит порой еще и банан. То есть, может быть, именно по этому принципу Моуспортс будут распределять снайперскую винтовку внутри коллектива. Что касается TeamDignity, они тут шифтуются достаточно длительное время по направлению в сторону Б-планта. Деннис вместе с Нико будут двумя опорниками на этой точке. У нас еще имеется Оскар, который очень классно пропушил андерграунд. Если что, он может выйти на болото, там выйти с ЗЗ или выйти, например, на большие пески в спину своим оппонентам. И это выход от TeamDignity. СМСЛ ставят бомбу. Мэджи, с бой вместе с Каджумов и СМФ. Попорляют минус три, легчайшие совершенно фраги. И Моуспортс полностью теряет этот раунд за мгновение ОК. И Спиди, и Крис Джейт попробуют засавить два девайса. Я пока полностью выхожу из Counter-Strike, потому что Худ пропал. Причем я нажал дважды Escape, чтобы показать людям ХП, и после этого куда-то делись полностью. Это странно. Здоровье игроков? Ну, нет здоровья. Надо лечиться просто парням, поэтому логично совершенно. Надо сходить анализы сдать в СММ. Клинику желательно. И Моуспортс у нас. Судя по всему, будут отдавать второй девайс на раунд подряд. И это, конечно, совсем неприятно для экономики в данный момент. И, ну, слышь, насколько Сеня Зол раздалбливает клавиатуру. Да нет, клавиатура у меня новая. Ну, потише, не заполняй тебя. Очень-очень. Ой. Это дел, судя по всему. Нет. По хардкору убивает наши уши. Минус уши, да, мегаспадер. Мегаспадер жестко. Уволен Сеня. Уволен его звукориоператор домашний. Его хомяк, который занимается вместе с Гердой контролем стрима. Извините, это опять же. Но Худ появился, все хорошо. Но почему-то после входа в Counter-Strike, точнее, захода на карту, у меня уровень микрофона, знаешь, повышается. Такой баг. Странная тема, кстати. Она должна у тебя быть внутрисистемной. На Windows конкретно, я думаю. Или на Steam, кстати, есть шанс. Это где-то у нас... Такого раньше не было. Это почему-то появилось. Я не знаю, с чем это связано. Это два варианта, в общем, да. Я думаю, ты прекрасно осознаешь. Надо прочекать будет. Ладно. Dignitas. Будут играть против трех девайсов Музов. Там попытались закупиться хоть чем-то. UMP-шка Desert Eagle и 5.7 в руках Оскара, Дениса и Ника. Причем, опять же, Ника и компания втроем стоят сейчас на B-Plant, потому что они увидели, что у них вместо B-Plant решетов, которые Dignitas уже спокойно заходят и всех без проблем уничтожают. Опять же, они ставят соло игрока на андерграунде. Правда, пока что эта позиция Оскара ни разу не сыграла. То же самое касается снайперской винтовки Криса Джей. Каждый раз просто Dignitas штурмует B-Plant, не встречается с АВП, и, соответственно, эта АВП оказывается вне позиции, потому что передвижение Оскара, точнее, на Криса Джей и с Лонга, ясное дело, очень-очень долгое. В сторону B, Magic Boy не прочекал угол Оскара. Это очень-очень большая ошибка в стороне Team Dignitas. Они теряют соло-трех игроков. Оскар просто фармит и QMP-хи против калашей, против трех калашей, трех игроков Team Dignitas. Никто из них даже не пытался что-то откинуть, все пошли просто на ретейк, дабло, и получили по щам мгновеннейшим образом, и чех, конечно, очень хорош. СМФ тем временем чекает туннели, просит руга паузу. МСЛ вылетает у нас у команды Dignitas. В большинстве парней с командой Mousports. СМФ пытается выцеливать сейчас какой-то смог хороший на плента. Вот он, который перекрывает полностью хелпу, но при этом есть Ника по контейнерам, и Ника здесь не даст ребятам из команды Dignitas взять раунд. Вместе с Деннисом они действуют по хорошую флешку, и СМФ погибает все-таки от Ника. Счет становится 3-2 в пользу команды Mousports. Ну и вот она, пауза. Надеемся, что ненадолго у нас ушел МСЛ. Тем временем, Крис Жей говорит, что раунд тайм... Мы еще на предыдущем матче видели очень-очень... А, это автор раунд тайм. Раунд тайм, да-да-да. Не, ну, кстати, такое правило у нас довольно давно ввели, по-моему, на ESL. Тут еще маленькое, еще меньше. Да, тут оно вообще супер маленькое. Я заметил еще на матче Space Soldiers против... Сразу заканчивается, нельзя подобрать какой-либо девайс. Да за сотую секунду просто там все это происходит. Вот. Но будем надеяться, что админ все поправит. Я, кстати, не знаю, официально сколько там, две секунды, по-моему, три секунды. Да, что такое. Там все-то менялось один раз, да, и такие мелочи, они не особо запоминаются. Это скорее технические вещи для игроков, которые должны просто озаботиться о том, чтобы там пододвинуть к себе какой-нибудь девайс или подобрать его до диффуза или еще чего-нибудь такого. Шотган, кстати, у Оскара, он снова пойдет в Индерграунд. Вот, у него в предыдущий раз получилось с ЮМПХ сделать чудо. Сейчас попробует еще и с Шотганом. Если что, причем у него есть 5-7, то есть если он захочет действовать на лонг-дистансах, то у него тоже все будет замечательно. И сейчас мы видим, как датский коллектив постепенно начинает пушить болото. Бомба, причем, стоит на Киндергардене. То есть парни просто расплитились 2-1-2 для того, чтобы собрать максимальное количество информации. И Каджун попытается найти опенфраг при помощи АВП. И эта тактика, кстати, может даже очень хорошо сработать в том случае, если сейчас не только опенфраг да с Каджун, но еще ему дадут уйти. А с ЗЗ, в принципе, уходить не так уж сложно, потому что там нормальная дистанция. Ника вместе с Деннисом даем смотреть ЗЗ. Нет, Каджун все-таки ошибается. Его с дефолтной позиции Ника просто убивает еще и СМФа сверху с бочек. И таким образом Дигнесс остается в меньшинстве в 3 на 5. Хорошая работа от Ника. Классно он с Сака отстреливал Зигзаг. Ну и при этом Оскар продолжает работу на той же позиции. Буквально раунд назад из УМПшки Оскар развалил троих. Сейчас взял дробовик и сделал минус 2. 1800 долларов положил себе в карман. За одно убийство из дробовика, напоминаю, дается 900 долларов. Ну и браво, Оскар! В который раз мы замечаем, что Маус Спорт все-таки благодаря обнове, замене играют немножко лучше. Все-таки Оскар это наверное фраг-лидер команды Hellraiser's, который поиграл в оставших из ада где-то полгода. Многие полюбили его за прекрасную игру, но Hellraiser's он бросил, ушел из команды и в итоге присоединился к Маус Спортс. Ну, как бросил. То есть Маус Спортс сумели найти лазейку. Там контракт, по-моему, был подписан не на два года, как у остальных игроков, а на пол Оскар подписывался. В итоге решил в команде Hellraiser's не продолжать свою карьеру. Ну и шел в Маус Спортс. Своевременно купили они этого бойца и теперь надо менять Спиди и Денниса. Осталось только с этими двумя немцами забраться. Брать Ангела с Кучером. Не, на самом деле они же постепенно избавляются от немцев. То есть процесс шел. Причем, опять же, от Спиди и Денниса они уже избавлялись. Они выкидывали их пенту. Вернули зачем-то. Спиди точно это происходило. Я не помню, что там с Деннисом было. Довольно давно это происходило. Рассовая дискриминация в немецких командах. Да, рассовая дискриминация. Они просто кикнули Гоба Би, который миллиард лет за них играл. Я помню, как у чата горело, когда я на него, в общем-то, почку гнал, потому что, ну, реально, очень долгое время он не показывал вообще никаких результатов. статистика была у него суперпечальная. И мне такие, типа, ты что? Это топовый оскулер, это лучший капитан на районе, это вообще, Моуспорт, ты что? Это ветеран, и это лицо, это команда, ты что тут говоришь? Но, в конце концов, в общем, и целом его все-таки кикнули. И мы видим, то, что Моузато посильнее начали играть. Потом еще кикнули еще одного парня, именно Некса, теперь взяли Оскара. И вот остается сейчас со Спиди Деннисом разобраться. И хопа, у тебя голландца, бастинская, чешская какая-нибудь непонятная сверху СНГшная команда, в которой нет ни одного немца. Что, в принципе, для Моуспорт не такая же большая проблема, потому что мы помним их составы по доте. О, Крижи! Минус МСЛ, и еще один отстрел Конфига, и теперь вообще будет просто тотальная аннигиляция, Денниссы пошли отдаваться. СМФ занял замечательнейшую позицию для того, чтобы Крижей его убил, и Мэджик Бой все-таки отаимил снайпера команды Моуспортс, и теперь прорвал заход на Аплент. Но без бомбы он это сделал, поэтому, в общем-то, никакого смысла это не имело. Каджумба остался один с пистолетиком, и его пистолетик никаких чудес не показал. Спиди находит Каджумба, счет 5-2. Пока что Моуспортс играют очень уверенно, практически не оставляют шансов. Команде Дигнитас напоминаем, что у нас есть замена в составе Дигнитас, ну и все просит Ника изменить After Round Time, то есть задержку после окончания раунда. Но, на самом деле, админы, может быть, и не будут это менять, может быть, правилом эпицентра вот такой вот After Round Time для Моуспортс. Ну и первый выход. Нарушку БМ, Денис забирает Мэджика, минус от МСЛ, Денис погиб, ситуация 2 в 3. КП, правда, очень мало, и бомбу ставит Конфиг. Если сейчас прилетит Хаешка, Конфиг умрет? Нет, Хаешка не прилетает. Тем временем, через зигзаг будет действовать, скорее всего, Крижей, ну а Оскар с АВП попытается прорвать через хелпу Плен Б. Крижей замечает моментально МСЛ, не удалось капитану команды Денис забрать оппонента, будучи со снайперской винтовкой. Крижей находит Конфиг, остается последний СМФ, который ошибается, выдал свое место в положение, остается один против двоих, погибает все-таки Крижей, откидывает флешку дальше СМФ, хорошая граната, при этом Дефус, Дефус, Оскар, это фейк Дефус, минус Оскара и еще один раунд для команды Маус Спортс, два в три, немцы берут раунд, ну, немецкая организация, и, кстати, так и не пофиксили, по-моему. Немецкий чек. Не пофиксили то, что просили игроки, просто поменяли пароль, насколько я понял, не понимаю. Я не думаю, что это настолько сейчас критично, если это, например, что может поменять. Не, ну, вообще, зачем эта команда нужна? Для того, чтобы подбирать нужный девайс после окончания раунда. Да, да, да. Раньше можно было вообще там добежать очень далеко. Потом сделали поменьше, а сейчас же, например, после окончания раунда вообще не подбирали. Так, у нас тут заход на туалет, и, прости, что я сейчас перебираю на то, что рубите со спиди, падают один за другим, и это раш на аплент. Пацаны, давайте возвращаться. Ника вместе с Деннисом на перетяжке, критжей в спине с ЮМП, причем, опять же, его позиция известна. Только несчастный Критжей, потому что он потерял своих двух товарищей, и он попробует, не знаю, что он тут попробует сделать, может попробовать за контроль какую-то эмпу, но он пойдет отдаться. Просто-напросто и Тим Дигнитас берут этот раунд. Замечу, что они только что проиграли 4 подряд, причем проиграли половину из них в Салатину. Один из них, вот последний, как раз-таки был клатч моментом. Но сейчас хороший темп, и, честно говоря, я не ожидал, что Моу Спорт смогут быть не готовы к таким темпам от Тим Дигнитас, потому что Моу Зата как раз-таки обычно играет вот этот удержанческий Counter-Strike и прекрасно знает, как контрить ранее за ход. Я пока узнавал у нас по поводу вот этого автораунд тайма или в правилах эпицентра. Показатель настолько маленький. Тем временем, Критжей забирает Кожумба, МСР стреливает Критжей в ответ. Ситуация 4 в 5. В большинстве Дигнитас, в преимуществе Дигнитас за счет девайсов, в первую очередь такта 4 в 4, но при этом заходят они на Аплэнд через длину довольно уверенно. Проверяют все возможные позиции. Ника уходит у нас при этом через хилпу в юбанк. Спиди отстреливает Мэджика. Тем временем, Оскар мог бы сейчас реализовать свой юспик, но конфиг его простреливает через смок. Спиди взял эмку, начинает нашивать контейнер, забирает одного, второго и СМФ остается один против двоих. Бомба не поставлена. СМФ погибает от СПиди и команда Маус Спортс берет ЭК. Ну а я с тобой ИСи Челлендж просто на второй эшелон. И потому что такие халявные раунды обычно именно там и берутся. Здесь очень неаккуратно сыграли датчане. И, видимо, вот тот самый темп, который дал им победу на предыдущем раунде, он сыграл совсем-совсем плохо с ними в этом. Когда они подумали, что в принципе этот темп он приемлемый, они могут на нем хорошо играть, но он гарантирует вам достаточно большое количество ошибок, если вы невнимательны. И они их совершили, они их совершили довольно много, не прочекав множество позиций и парней с пистолетиками. И эти пистолетики оказались эффективными в том случае. Если вы их не чекаете, Криджей, тем временем еще и заходит в интерграунд. Замечу, кстати, что обычно на этой позиции играл Оскар, но теперь они теперь вдвоем играют, полностью оставляя аплайнд. И контроль над лонгом, и контроль над бананом. Это новые фишки от Моу Спортс. И достаточно интересные мулы. Оскар тем временем подберет калашников. И пока что в меньшинстве Тим Дигнитес, которые рвутся на лонг, я уже говорил о том, что здесь никого нет. Теперь уже пришли Криджей и Спиде. Подошли в сторону банана. Криджей открывается на лонг, пока никого не видит. Опять же, Тим Дигнитес не отдает никакой информации противнику о своем месторасположении. Есть Оскар! Оскар! Все-таки вот про контроль. Я уже думал, что сейчас они даже в спину смотреть не будут. Но судя по всему Дигнитесу вообще подумали о том, чтобы поменять вектор свои атаки. Это достаточно удачно было, потому что в этот момент они должны были повернуться. И все-таки смогли законтролить спину. Дабла! Пуш! Отбеди Криса Джея! Конфиг разменивает один в один. При этом он не знает о местоположении снайпера команды. Маус Портстат мажет! Криджей! Голландец! Что же с тобой не так сегодня? Такая, конечно, печалька случилась. На самом деле, он обязан был здесь оформлять фраг. Он прекрасно знал диспозицию противника. Денни с тем временем остается один. Он в спине. Единственный плюс, который у него имеется, это дабл флэш без молотов и диффуза и его отсутствие, точнее, и отсутствие информации по его месторасположению. Ну, а теперь уже она есть. Конфиг ее отобрал, конфиг нашел Денниса, добил его, и, в общем-то, тем не менее, то сперут эти качельки. Ну, и в итоге у нас денег немного у команды Маус Портс, но они покупают одну снайперскую винтовку, передают ее Оскару, и все остальные парни покупают СЗ-шки, УМП-шки, странные расклады от команды Маус Портс. В принципе, могли сейчас сделать полное эко с пистолетами, и спиди тогда, наверное, дропал бы две М-ки. Но тут решили пойти на колоссальный вид, видимо, зарешало то, что они уже брали подобные раунды, подобные ситуации. Конфиг наказывает МСР случайным образом, но при этом пристрелил Крис Джея, кто действовал, как всегда, агрессивно через длину, тем временем Мауза поджали у нас в туннеле. Мэджикс пытается прожать банан, бежит по туалетам защиты, которого находит СМФ. Спиди пал от хедшота, погибает также Ника. Оскар остается вместе с Деннисом в дверьм против четверых. Ребята играют на Б-пленте, но есть смысл засейвить. Оскар это прекрасно понимает. Он видит, что денег нет. В следующем раунде, конечно, с АВП можно сыграть получше. Но в целом, команда Маус Портс дает пятый раунд и, возможно, даст шестой, потому что у Криса Джей, Спиди, Ника будет в районе двух тысяч долларов. Деннис, правда, мог бы дать М-ку и Оскар мог бы дать Памас. Есть смысл СМ-ку сейвить. Но, кстати, Деннис не мог бы, потому что у него сама ЦЗ-шка. То есть, если был Девайс, точно нужно было бы сейвить. Но так Оскар остается один против четверых и в следующем раунде просто сыграет в один АВИК, скорее всего. Да, будет, конечно, не очень приятно. И, может быть, там какие-то пистолеты будут. Мы помним, что Ника очень любит на экономических раундах в расти в виде Диртеглы. Тим Деннис, потеряв всего один девайс, смогли законтролить этот раунд. Пока что, кстати, МСЛ продолжает смотреться не так классно, как вся его команда. Уже очень-очень давно мы дегностируем у него спад по уровню. Да, он капитан, да, все играют с координаторами. В общем и целом все равно могут не достигать там высот по фракстатам. Но мы уже очень-очень давно с тем же самым Сашей наблюдаем еще с момента, наверное, СЛ квалификации на мажор достаточно слабую от него игру и снайперскую винтовку. Опять же, слава богу, что у него забрали, Каджум играет на ней явно сильнее в последнее время. Ну и, опять же, не в обиду МСЛ-ам Оскар открывается на Мэджиска. И единственный девайс, который имеется у Маус Спортс, он реализуется сейчас при помощи опенфрага. Это совершенно неприятная ситуация для Тим Дигнитас. Еще бы она могла быть приятной. И самое интересное это, что Деннис еще и законтролил коллаж. Так что теперь вместо одного девайса появляется два. Мало того, и у Денниса и у Оскара есть арморы. Так что повоевать еще можно. При этом мы видим то, что Тим Дигнитас идут шифтом на Б-Плент. И самое интересное из этого всего, что Маус Спортс вообще его не контролят. Интересно, почему они решили это сделать. И они решили застакаться на банане, плюс еще пропушить Киндергарден. Они собирают информацию о том, что на А-Пленте вообще никто не идет и никуда. И слышат теперь еще, что на Б-Пленте какой-то движ и тем не менее за контроль Б-Плент без СМС-регистрации. Ну, слишком часто ходили у нас на А-Плент игроки атаки, поэтому, собственно, и решили Маус Спортс играть в том направлении. Оскару так не удалось. Хотя нет, одного человека он забрал. Крижей погиб, Деннис тоже. Это 3 в 4. Но вряд ли пойдут выбивать. Скорее всего, Спиди, возможно, еще постарается что-то сделать. А вот Ника вместе с Оскаром идут на сейв. Абсолютно верное решение. Денег немного. Конечно же, оружие лучше сохранить. Шестой раунд для команды Дигнетас. Но все равно Маус Спортс пока что лидирует. И, в принципе, ничего страшного не происходит. Они, конечно же, могут еще набрать раунды, во-первых, в защите. Ну и пистолетный раунд, как всегда, ответит нам на несколько вопросов. Абик Оскар остается. 5 тысяч в кармане может поделиться с кем-то девайсом. В принципе, у Криса Джей 4.5. Это значит, что каких-то гранат у него не будет. Он предпочитает брать первый армор плюс дым и флешки. Хэшки нет, как-то оленят, плюс нет дефузов. Но дефузы есть у Оскара и Ника. В принципе, одна пара это неплохо. Ника откидывает стандартный как-то иммун этого под Б. Именно туда идут сейчас игроки команды Дигнитос и моментально Кажум сносит своего соперника. 4 в 5 и вроде как Б, плент открыт. Можно заходить, можно брать раунд. Деннис отвечает, погибает МСЛ. Ситуация 4 в 4. Тем временем, стараются на бомбу пройти ребята из команды Дигнитос. В притык к спиде не попадает, потому что ничего не видно из-за смока. Откидывает у нас игрок на пленте еще несколько гранат. Хорошая флешка. Бочки забирает у нас, точнее занимает конфиг и забирает оттуда Денниса. Погибает Крис Джей. Промахивается Оскар. Остается один-единственный спиде против всех и минус он. 7-7. Временная ничья. У Мау Спортс нет денег. Там такая халява произошла с Крисом Джейем. Задумка была в том, что его тиммейк из Хелпы откидывает ему флешку и он выходит со двери в смысле на болото против СМФа. На дефолтной позиции находился СМФ. Соответственно, стрелить его не было никаких проблем. СМФ получает флешку, но он просто-напросто стреляет по звуку дверей и Крис Джей сразу же получает хедшотинг и таким образом уже не может помочь с позиции ЗЗ своим тиммейтом с этим ретейком. Так что у Дим Диггинс все пошло по нотам. Потерялись у одного игрока. Очень приятно. МСЛ с 9 хп остается после ваншотинга от спиде. Там он пытался три патрона он получает зарядил МСЛ и 8 хп осталось и это вообще не круто. Диггинс постепенно развивает свою атаку и готовит пластдарм в сторону Банана. Смотрят они видят спиде в туалетах. Откидывается ХЕшка плюс Крис Джей со скаутом. Какая халява! Почему Каджум вот так вот выходил? Очень на голенького сыграли сейчас Датчане. Конфик тем временем из-под камня. Неплохой хрешот Крис и Джея. И мы видим, как Датчане решили, что стоит перестроиться в сторону Лонга и принести сюда еще и бомбу. Но Моу Спортс, ясное дело, не спят и не тратят свое время попусту. Сразу же делают ротацию, но спиде зачем-то один пошел, при том, что... Это ладно, Оскар сразу же успел выйти на размен. Я думал, что у него немножко больше времени это займет. 27 хп у Конфига, причем, опять же, месторасположение Оскар имеет противника. Но проблема между тем, что он теряет пол оча, отрубает Конфига, выходит еще и на Мэджис Боя с МСФом, но он один, ему никто не может ассистировать. И Мэджис Которон топовый фрагстат в своей команде. 14 фрагов за первую половину. Очень результативный у нас магический мальчик. Ну что ж, первая половина закончилась победой датского коллектива. Казалось бы, Мау Спортс начали хорошо, лидировали, по-моему, с отрывом. Ой-ой-ой, Оскар делал киллы постоянные в туннелях, то с МПшкой, то с дробовика. Но Дигнитос с заменой все-таки сумели взять свое. Пистолетный раунд. Дигнитос и решили поджать точку Б, вышать через двери. Отличная работа от конфига с МШЛ. Но ответ очень хороший. Мау Спортс два килла. СМФ тем временем на пленте. Старается пережать зигзаг. Оскар решил выйти на большие пески. Прочекает, естественно, балкон. Там у нас играет игрок защиты. Оскар получает немножко демеджа. 55% остается, но при этом ловит СМФа. Бомба перемещается на Б-плент. Совсем скоро будет установлена. Через зигзаг заходит у нас игрок атаки, но Оскар не дождался, пока СМОК взорвется и погиб от Мэджикса. Тем временем Кажум приоризовал Юспик, забрал спиди. Один на один. Деннис против Мэджика. Деннис, естественно, пойдет на плент, попытается поставить бомбу, но Мэджик будет ловить момент и грамотно сжать с ЛП. Деннис не фейкует, просто устанавливает бомбу, чекает балкон. И перестрелка один на один. Кто кого, пытается, ребята, за имя друг друга, Деннис спрейд оставляет красный Мон Мэджик. А что это за такой то ли зажим по телу, то ли прострел через деревяху, но при этом было слишком мало хеллс-поинтов. Деннис, отличная работа. Это выигранный пистолетный раунд для команды Маус Спортс. Ну, он знал, что у него есть преимущества. Единственный минус, который у него был, то, что противник прекрасно знал месторасположение, но, в общем и целом, он понимал, что он может отойти еще назад постараться и все остальное. В общем, у него все грамотно сложилось. 8-8. Муза молодцы. Берут очень-очень важный раунд, потому что играет на чужой карте и сравнивают время на счет, что, конечно, давит на Тим Дигнитас. Они прекрасно помнят, чем начиналась, как начиналась эта карта. Начиналась она ровно точно так же, как она. Они теряли два раунда подряд. Контрик, Денис, Крижей, сразу разменивает парня на дефолтных бочках и Оскар взрывает СМФ при помощи ХЕшки. Сверху еще убивает МСЛ, и капитан команды этим мне не говорит парни. Надо что-то с этим придумывать, и самое ужасное, что придумывать, и нечего. Каджум, скаут, у Мэджиска тупанец ХП, у него трешечка. Каджум еще и пошел отдал свой скаут, потому что все-таки ваншотом Оскара убить не получилось, и вне в голову влетела пуля, и Мэджиска остался один-одинешенник на детской площадке. Ничего не остается это качаться на качельках. Три в один. Три Хеллз Пойнт при этом у Мэджика. Уходит он далеко в туннеле, находится вблизи террорского респауна, спустился вниз. Ну и немцы, кстати, сейчас, может быть, его найдут. Спиди чекает как раз келевый угол, буквально в шаге от него сверху находится оппонент, и бомба, кстати, могла бы задеть на этот оппонент Три Хеллз Пойнта, но он выживает. Немцы выходят вперед. 9-8. Все хорошо у них в плане денег. Два человека всего лишь погибали. При этом, возможно, у них были не самые хорошие девайсы. Но сейчас 4 АК плюс ОМП против ОМПшки и Юспиков с пистолетом по 250 от конфига. Армор также из первой Мэджика и флешка от СМФа скорее всего под эту флешку постарается сейчас прожать область фонтанов. Да, вот они ребята. Ждет Мэджик гранаты. Несколько ХАЕшек прилетает от команды Маус Спортс и флешка залетит или нет? Мауза решили пройти через длину. Получает СМФ эту информацию. Мэджик аккуратно жмет, попадает в хэдшот в пиде, но при этом тот спрейт и выживает. Мэджик же погибает. Ну и немцы могут дальше проходить смело через длинный. В принципе, у них преимущество естественно по девайсам и как бы там хорошо не стреляли у нас ребята из команды Дигнета все равно скорее всего ничего не светит. Ну потому что Юспики против ОК плюс нет армора. Забирает у нас Денниса. Погибает Крис Жей. Конфиг решил поражать смок, может быть словит момент и зайдет в спину. Да, в спину к спиде ловят его. Это 2 на 2, но у Оскара и Ника есть все-таки хеллспоинт. Это 100 на 100. Ника слышит конфига. Хороший хэдшот, но и МСЛ по нему была информация. Он также погибает, но в целом неплохо. Слишком рано я стал списывать команду Дигнета в этом раунде. Все-таки трех они убили, нанесли финансовый дэмэдж и теперь у команды Моу Спортс не все так гладко. Если отдадут раунд за атаку, тогда нас ждет снова временная ничья. Скорее всего счет 10-10. Супер обидный раунд, конечно, зацепились так хорошо на экономическом, при том, что опять же, у них была одна импеха. Она как раз и дала опен фраг. Дигнеты попытались угадать застакавшись в районе туалетов. Опять же, их обошли, но даже это не помешало им оформить трипл-килл, что очень-очень круто, конечно. А вообще, если вы меня спросите, вы, конечно, не станете меня спрашивать, кто этим заниматься будет, но половина, наверное, экономических раундов стоит именно так и разыгрывать на защите. Нико, минус конфиг. Я имею в виду как-то с разнообразными фишечками, со стакингом и пушем в одну из сторон, потому что это не супервесело. МСЛ, кстати, СМФ занимается защитой Б-планта, размен на один-в-один, Крис Джей вместе с конфигом уже в следующем раунде будут веселиться, только в этом будут наблюдать за своими тиммейтами и от СМФ его действий будет очень-очень много здесь зависеть. Моуза готовит пластдарм для дохода через ЗЗ и большие пески. МСЛ откинул смок, таким образом пролонгирует немного раунд, но Моуза не против какой-либо пролонгации, потому что эти парни, вы сами знаете, любят долгие тайминги, суперскридскую игру и медленные выходы. Деннис ходит на талон и смотрит Нико, тем временем с Дехи и убивает он МСЛ, это еще СМФ, который все-таки немножко поторопился. Флешки неплохие, но они ничего не захочили. Деннис выходит на МСЛ, и тот на малых песках. МСЛ все-таки отвечает на него. Оскар тем временем выдвигает свое здоровое орудие артиллерийское минус Мэжиск. И дальше можно работать по МСЛ и Кожумбо. Они остались вдвоем против трех девайсов противника. Ставится бомба от Ковыча и можно, можно идти вперед. Оскар просто на врыве влетает на малой песочке и МСЛчик на этих песочках погибает. 11-8 становится счетом. Моус Спортс реально имеет серьезные шансы на то, что вытащит чужую карту, потому что сейчас противник будет иметь экономические раунды. Вполне возможно, Моула смогут дотушить до 12-8. Здоровое черное оружие у Оскара. Орудие. Большое, железное, длинное. В МПшка Крис Жей. Оскар остается со своим девайсом. Три калаша у нас с командой Моус Спортс. Галяет, естественно, датчан без денег. Снова пистолеты. Теперь пистолеты хорошие. Первые арморы. С каждым разом все денег больше и больше. Естественно, у Дигнитас с каждым проигрышем с одной стороны раунды отдаешь, с другой стороны можешь покупать всегда хорошие пистолеты. Ну, следующий раунд у нас многое решит. Хотя, может быть, Дигнитасы сейчас сумеют что-то воплотить из своих заготовок домашних. Хотя, с другой стороны, какие могут быть домашние заготовки, когда команда играет со стенды. Но, с другой стороны, одному человеку всегда можно объяснить, что делать, поэтому не так страшно. Паузка забирает на СМСЛ. Ребята из команды Моус Спортс заходят на Бэплэнд. Коктейль Молотова пока что в малых. Денис чекает, Хелпу чекает балкон. Ну и, в принципе, Мэджик, что будет сейвить у МПшку, наверное, не самый хороший вариант. У МПшки лучше сейчас раздать и хотя бы 600 долларов себе заработать там у нас есть игрок, но стоит он немножко дальше. Оп, СМФа сейчас сумели определить его месторасположение, но и СМФ старается реализовать теперь пистолет 5-7. Ник, тем временем, делает хэдшот, СМФ решил прожать у нас короткий выход и все-таки погибает от спиди. Мэджик остается один с МПшкой против всех и вот сейчас он мог бы собрать казино, но это всего лишь один минус, хотя бомба взрывается и нет, Оскар выживает. Один Хеллс Пойнт. 12-8 в пользу Мау Спортс. Оскар и его 21 фраг. Это, конечно, очень-очень мощно. Пока что позади плетутся голландец вместе с Деннисом. Хотя нет, спиди вместе с Деннисом. Все очень просто, на самом деле. Скажи, чтобы немцев убрали. Хоп, а у чуваков 10,9 фрагов и это самые низкие фрагстаты в команде. МСЛ и компания тем временем будут играть через WVP и мы видим, что они начинают с ранней агрессии в сторону Киндерплаца и здесь Мэджиск поджал. СМ4-е. МК Джум нашел свой опен. Фраг на Крис и Джея. Ну, застаются в не очень приятном положении и мало того, они еще и теряют Оскара. И теперь уже спиди вместе с Деннисом и Ника остаются вдвоем. Два немца и боснеец. И что они тут будут разруливать, совершенно непонятно. Потому как, в общем и целом-то, их приняли в самых-самых ранних позициях и теперь им нужно прочекивать еще половину карты для того, чтобы дойти хотя бы до одного плента и непонятно, что с ними еще может произойти. Потому что все еще два АВП будут контролить позиции. Но нет, нет, конфиг ошибается. Интересно то, что даже при двойном АВП вторую снайперскую винтовку не дают МСЛ, который очень долгое время в рамках Team Dignitas исполнял именно эту позицию. И эту роль спиди в конце концов валится от АВП Каджумба. Деннис пошел разменивать и вычесть Каджумба на его отходе на Лонген. Но мы видели, чем это закончилось. В конце концов, Каджум полностью переиграл своего оппонента по макро. И Нико остался один. Ковач должен будет забрать бомбу. Во всем случае, от него он должен попытаться хоть кого-то убить. И у него это не очень получается. Честно говоря, Мэжик сформляет дабл-кил, трипл-кил от Каджумба. И таким образом Team Dignitas выходит на первый раунд на второй половине после долгой череды поражений из пяти. Ну вот, наконец-то сумели у нас, ребята, затащить очко. Когда я произношу очко, чат начинает взрываться почему-то. Уволен. Что? О-о-о, сказал очко. Какое впечатление, когда это вот слово очко стало бульгарным. Не знаю. Упустил я этот момент. Упустил момент, да. А вп конфиг, а вп конфиг покажу. МСЛ, Мэджик плюс СМФ. Теренем, Оскар с авиком постарается снова действовать на фонтанах. Аккуратно действуют у нас ребята за КТ. Не стали они поджимать, хотя с другой стороны с авиками можно себе это позволить. Оскар спускается в туннель, чекает стандартные поджимы. Слишком далеко играет у нас Дигнитас. Оскар никого не убьет. Минута 15 до конца. Времени в принципе предостаточно. Но нужно со временем, конечно, действовать. Еще полминутки подождать максимум и все-таки подходить уже к какому-то пленту, раскидывать и брать раунд. Три человека у нас у команды Дигнитас находятся на точке Б. Поэтому сюда будет тяжеловато. Дигнитас старается процеливать двери. У него это пока что не получается. В ответ Оскар сшивает. Ну, ситуация 5-5 и уже 45 секунд до конца. Я обожаю эти бестактные бои. Такие звездные войны. Парни просто пытаются через стену друг друга убить савапов уже на протяжении почти всего раунда. Осталось всего 38 секунд. Ну, и Моу Спортс приносит свою любимую игру в слоумоушене. Прекрасно понимают то, что нельзя отдавать раунды. Сейчас они вроде как запились на второй половине, вышли вперед, но могут потерять эти лидерские позиции, если сейчас начнут проигрывать. Потому что экономика трещит по швам, закупиться в следующем раунде будет не на что. Надо отыгрывать прямо сейчас. И здесь ССМФ. Приемка выхода на батаре физки. Минус Денис. Минус Ника. Как же этот парень спреет божественно. Но патрон закончились. Придется уйти, перезарядиться. Крыжей не хочет отпускать своего оппонента. Но конфиг отстреливает в спину савапа. И таким образом Мау Спортс теряет еще один раунд и теряет надежду на экономику. Сейчас придется выходить с пистолетиками, драться. Это, конечно, супер неприятно. Хотя мы помним, что те же самые Мауза на защите оформляли минус 3 с пистолетами. И может быть здесь что-то тоже произойдет подобное. Пистолеты, глоки, теки. Такие девайсы у команды Мау Спортс. Не получилось у них взять прошлый раунд. И потихонечку Дингтас начинает на своей карте набирать важные для себя раунды. И может быть сумеют обыграть немцев. Напоминаю, что это best of 3 противостояние. А это значит в свою очередь, что ребята будут играть не две карты как обычно вы сейчас наблюдаете в рамках ESL а три карты. Ну и вторая карта у нас Dust 2. А вот третья если понадобится это Mirage. Карты естественно Mirage Dust 2 это две самые популярные и кстати две самые старые карты потому что кто не знал Mirage когда-то давно еще назывался теперь страйком и играли мы его по-моему в 2004 немножко он отличался конечно в KS 1.6 там самую малость теперь страйк но карта старая да уж на самом деле я жду какого-нибудь Тускана и Клан Милы хотя Клан Милы вроде как что-то подобное есть если я не ошибаюсь ну да ладно Клан Мил есть причем мы бы даже играли в рамках ИС в начале развития канта Global Offensive но почему-то не стали продолжать я не знаю он по-моему шикарной картой был ну да ладно опять же тоже дело к профессионалам тот же самый Денюк много народа не любит до сих пор если брать банрейт на ИС в Анкельне то судя по всему его вообще никто не хочет играть даже те команды которые пермобадят совершенно другие карты ну и Денис вышел на конфиг его отстрелил и остается только Оскар так что по вопросу маппула тут конечно Valve немного ну свои темы мутят у них свои поэтому по поводу мысли и комьюнити не особо сильно влияет на происходящее Оскар Оскар один идет один идет соединешь у них с вапом и наверное ему стоит засейвить тут целый пул раскидка со вторым армором ну и в общем-то самое дорогое оружие из используемых в профессиональном контрстрайке так что наверное стоит подумать о том чтобы идти куда-нибудь на площадочку покататься на качельках 30 секунд ну и конечно попробуют запушить но кто знает может быть найдет какой-то фраг пока что Team Dignitas возвращается на карту и это не может не радовать потому что такие отдачи на второй половине опять же на синей стороне это совершенно ненормально особенно если брать то что это карта Team Dignitas то есть если бы они отдавали сейчас то мы скорее всего увидели бы 2-0 но мы же спать не хотим мы сегодня с удовольствием прокомментируем для вас третью карту с большущим интересом и да это групповой этап и может быть это не все решает Каниса подключить те Вилат я думаю проснется подойдет трансляцию прекрасно и с пятером с пятером будем вообще шикарно кстати мы я помню с тобой оверпас комментили втроем сухо да было такое дело нужно как-то повторить 12-12 ставится пауза Ника просит тайм аут это интересная ситуация дело в том что в онлайн матчах очень редко мы наблюдаем когда какая-либо из команд берет все-таки свою паузу для того чтобы обсудить действия врага для того чтобы обсудить свои действия ну тайм аут от мауспорс они понимают что отдают 4 раунда подряд и что нужно что-то придумать и вот сейчас будут всем коллективам придумывать тренер у нас кстати у мауспорс тоже имеется это лейт найт вит кейсет вот такой вот ник у него на табе я думаю что он какой-нибудь кейсет но потом добавил себе лейт найт команда дигнитас это руга ждем ждем пока пообщаются минутку две максимумы матч продолжится кстати новый дизайн нравится маузов такой минималистичный я надеюсь что они сохранят его не будут возвращать красный потому что черно-серый такой то что нужно то что нужно в том случае я просто честно говоря люблю подобные форматы когда они не бросаются в глаза но при этом всем самая главная вещь какие-то просто формы какая-то геометрия сохраняется и оно того стоит в принципе минимализм символа тим дигнитас тоже тот серый фон желтый желтая голова непонятная головастик сперматозоид называйте как вы хотите все равно точнее они не обидятся они не знают русского мне мама рассказывала вот и что касается паузы мы вроде как видим что уже начинаются закупки от маузов крис же в самом случае решил уже взять себе тэк-найн еще один тэк-найн от Денниса спиди сейчас тоже решится скорее всего на какой-нибудь тэк-найн или по 250 и мы посмотрим на то как мауза будут после тактической паузы реализовывать попытку фурсбая соло АВП от Оскара ну что ж продолжим я прогнозирую халявный раунд думаешь до стоп удал но мне кажется Оскар сейчас мог бы реализовать АВИК снайпер он очень крутой и если удастся под Б быстро сделать какой-то килл вот например конфиг как раз таки собирается под славишку сыграть и вот вот он исчез Деннис делает минус конфиг погибает выходит дальше мауза пытается поражать стандартные бочки меняет свою позицию МСЛ уходят малые пески откоктейлил себя соответственно нельзя подобраться к МСЛ вплотную выжил но бомба стоит хорошие смоки а счет пошел 40 секунд бомба решили у нас сделать стандартную подсадочку уже ребята за КТ Криджей ловит у нас МСЛ Криджей старается забрать еще минус Мэджик тем временем Оскар самый важный игрок команды МОУСПОР с девайсом погибает но команда благо играет без него тоже здорово смф остается один уходит на сейф и вот он таймаут от команды МОУСПОРТС маленькая пауза скушали твикс пообщались и взяли раунд я говорил халявный раунд изи все прошло по нотам МОУСПОРТС я не знаю на самом деле что они там договорились но достаточно хорошая кассия бланта и быстрый заход постановка бомбы не похоже на МОУСПОРТС кстати я замечаю все больше и больше что они все меньше используют раунды где они очень-очень медлительны где они заставляют себя выходить на тайминге на последние 20 секунд 30 секунд кстати 3 АВП на атаке это вообще норма это лечится дяди сень дяди сень ну это что-то новенькое они видимо это и обсуждали но можно сейчас например в туннеле подождать аркаду можно на Б пойти отстрелить ребят которые любят большие пески вылазить или например таким образом чекают подсадку ну и естественно на фонтан пойти в принципе карты дальних расстояний то есть тут очень часто игроки защиты любят играть на чек там на банане на длине и в этот момент их можно отстреливать поэтому в мауспорт есть шансы но если дигнет все-таки решат сыграть от плентов закрыто тогда конечно эти 3 АВП можно выбросить они ничего не дадут но вот он первый килл вот она та подсадка то есть играл на чек у нас МСЛ до того момента там просто игрок прыгал но здесь решили сделать 2д и Оскар наказывает за такое решение 4 в 5 немцы в преимуществе ну и теперь осталось подождать фрагов от Криса Джей и Ника ну кстати тут еще не стоит забывать что снайпер это элитная Оскар Крис Джей и Ника это такой супер-юниверсал игрок уровня Симпла да который может и с девайсом кстати вот игроки чем-то похожи Ника и Симпл очень супер-дигал у обоих АВП классная и девайсы классные и при этом такие наглые агрессивные бойцы так что тут еще момент в том что Ника исполнял вторую снайперскую винтовку на протяжении всего времени маузов когда не было Оскара теперь Оскар взял вторую снайперскую винтовку и типа Ника может только третью теперь брать но что касается Криса Джей я например не согласен использовать его с АВП на атаке потому что он не самый хороший динамичный снайпер он намного лучше турельного типа он намного более адекватно на защите и качество игры именно от позиции у него в миллиард раз сильнее ну да ладно в любом случае у нас постановка бомбы на Апланте от Маузов Тим Дигда с четвером они в печали они понимают что надо наверное вообще уже забить на этот раунд и подставить 4 девайса и мы видим как они гуськом убегают на Бапланте а именно так они и сделали в четвером не стали Дигда выбивать довольно редкое решение если это не халява то извините меня что тогда очень часто у нас любят в CSGO выбивать и в меньшинстве на большинство здесь же совладали с собой парни понимают что так денег нету мы очень рискуем если вдруг не выбьем А то все пропало немцы берут 14-15 до свидания так все таки немцы берут 14 но хороший бай у команды Дигда сбудет и за счет этого бая они могут еще вернуться в эту встречу но в целом в который раз хочу отметить таймаут от команды Мау Спортс ребята сумели найти решение за минуту с небольшим просто вышли на Б развалили причем вот какое решение казалось бы то есть не придумывали велосипед а банально пошли вместе то есть собрались психологически поработали в первую очередь наверное да угомонили там не знаю какие-то всплески эмоций возможно которые царили у них в Тим Спике и вышли на Б взяли раунд после этого все как по маслу Мау Спортс 14 Дигнитос 12 первая карта закрытый отборочный к эпицентру к супер турниру который пройдет через 45 5 или 46 дней у нас нет и у нас атака начинает с того что получает по щам Деннис хотя опять же это один из самых нередитативных игроков второй поэтому не так страшно потерять как Оскара например у которого 24 фрага что является в два раза больше чем например у того же самого Денниса и мы видим что Луза постепенно выдвигается в сторону Банана Каджун вместе с Мэджиком расположились на лонге контролит пока что эту позицию и трипла на Б-планте а Деннис реально боятся казни Б-планта которую демонстрировали Муза на фаст раунде три раунда назад где они демонстрировали очень-очень интересное движение и сейчас они все-таки решают оставить МСЛ на перетяжке на балкончике Мэджика Каджун пока не имеет информации о теперь и нет они получают эту информацию при помощи пули в лицо со снайперской винтовки и она конечно же ничего не оставляет от господина Каджун который теряет АВП и Тим Дигнитас сейчас должна навострить ушки потому что ситуация это 4 в 4 при этом им приходится сплититься 2-2 и Ника Соло Люрк от него все-таки не удался и он получает от конфига пули в рот Оскар тем временем обходит по Камазу с боковины МСЛ не отпускает в банк более чем грамотные движения от этого парня Криджей тем временем под смоком будет ставить бомбу проблема в том что у него 4 хп если кто-то его все-таки проспреет то будет очень очень больно и неприятно конфиг летает на прыжке из-за этого не получает пулю в тело получает только в ногу и ему с ЛВП остается только 15 хп Спиди тем временем остается один после потери голландца и вот теперь совсем неприятные новости для Маус Спортс 3 датчанина выходит на этот таплайн будут диффузить эту бомбу и Спиди ничего скорее всего с этим поделать не сможет он на банане разменялся один в один это максимум что он сможет сделать в этом раунде и это 14-13 и тем дигмит сплотную подходит к тому чтобы выйти на ничью снова а мог же мог же зарешать в этом раунде сделал хедшот не успел отойти за стеночку так в принципе отошел бы мог бы распетлять уже 1-2 но не повезло Спиди 14-13 пользу Маус Спортс хороший бай у немцев и вот он сейв грамотная дигнитас команда не побоялась уйти такой непростой ситуации но и в конце концов берут следующий раунд и соответственно сейчас полноценный бай у одних полноценный бай у вторых и понятно что ничего-ничего не ясно дигнитасы все-таки в защите вроде как проигрывают но могут взять согласитесь сейчас наверное один раунд чтобы заставить немцев уже делать эко да буквально один раунд нужно взять тогда 14-14 и уже дигнитасы могут выйти вперед великолепная работа дачан несмотря на то что они играют со стендином сегодня они все равно потеют и очень сильно хотят попасть на эти закрытые квалификации напоминаю что по сути два слота разыгрываются и 15 тысяч долларов минимум заработает команда которая займет на эпицентре седьмое-восьмое место поэтому только попадание на этот турнир это уже довольно неплохие денежки согласишь что разница между первым матчем сегодняшнего дня сс против фейс и между этим невероятная просто макро и микро не ну понятно да но все равно поезда например уровня маузов и дигг сыграют там может быть даже немножко повыше по составу пришел говорит минус мсл минус конфиг смф и таким образом дигг мы помним маузов очень хорошо сэвен фамас фамас от конфига ребята занимают стандартные позиции пытаются подпушить область банана извините область под б зик и туннели тем временем немцы играют очень аккуратно на детской площадке чекают всевозможные как раз таки поджимы и готовятся взять судя по всему 16 раунд хотя вот кожун отвесил хедшот прекрасный для ника уходит понимает что это скорее всего выход на а ну а немцы действуют по моему быстрее потому что осознают раз ника поджали значит нас сейчас будут читать но при этом дигг уже находится на точке а и выйти сюда будет довольно тяжело поэтому в целом конечно же я бы например на месте маусспорт перегруппировался и ушел на точку б но они продолжают стоять под а кричей пытается вычислить смаки тем временем спидинг наказывает мсля погибает один погибает второй немцы продолжают заходить у нас на точку конфиг тем временем спрятался за машиной сумел резать свой фамос но это всего лишь размен один в один спидинг забирает конфиг остается мэджик один против вторых играет сезешкой ну и бомба установится с секунды на секунду мэджик заметил погибает от оскара победа команда маусспорт на карте оверпасс следующая карта даст два совсем скоро не уходите в следующем субтитры субтитры